Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире информационная служба телеканала «Радуга-3» в студии Екатерина Фарисея Ермакова. Смотрите сегодня, 24 октября, в нашем выпуске. Сложнее, пышнее, ярче. Сегодня были подведены итоги районного конкурса «Сергевск в цвету». Музыкальный звездопад наблюдали в Суходоле, 21 октября. В ДК «Нефтяник» прошел фестиваль эстрадной песни. Всем ли достался желанный значок? В субботу жители Сергиевского района сдавали нормативы ГТО. Вечно белые крылья памяти. В библиотеках района День белых журавлей вновь напомнил о павших в сражении войнах. И начнем мы наш выпуск с разговора о прекрасном. Сегодня состоялось награждение победителей ежегодного районного конкурса под названием «Сергевск в цвету». Это соревнование по флористике и благоустройству организует администрация нашего муниципалитета. В 2016 году, к примеру, настоящим открытием стали проекты детского сада из Серноводска или храма из села Сидоровки. Одним из первых победителей удалось поздравить и нашей съемочной группе. В этом году в конце апреля на территории Сергиевского района в рамках муниципальной экологической программы стартовал ежегодный конкурс «Сергевск в цвету». Он длился все лето. Это соревнование флористов-любителей оказалось весьма востребованным среди жителей и учреждений. В том числе и с помощью данного конкурса происходит преображение внешнего вида улиц. Ведь участники демонстрируют свои самые новые задумки в декоративном оформлении клумб и газонов. А уже 24 октября в районном центре собрались победители 2016 года. В здании администрации района им торжественно вручили памятные дипломы и ценные призы в размере от 3 до 8 тысяч рублей в зависимости от присужденного места. Около детской площадки высадили саженцы. В общем, там у нас и клумбы такие, всю дорогу заедут, чтобы заезжать можно было, чтобы было красиво и чтобы любоваться. Так отрады и так, знаете, мне даже кажется, ничего такого не делаем. А я так благодарна, на душе так приятно за то, что нас вот так вот выделяют, поздравляют, подарки дарят. На следующий год у себя клумбы планируете? Обязательно. Конкурс «Сергиев с цвету» проводится по четырем номинациям. Двор, в котором мы живем, росток в будущее, зеленое кольцо и цветущее поселение. Жюри конкурса строго оценивала оригинальность идеи цветочных композиций, их цветовое решение, использование новых приемов декоративного оформления, а также привлечение нетрадиционных материалов и собственных средств. Некоторые участники стали настоящим открытием в 2016 году. К таковым смело можно отнести детский сад села Серноводск, преобразивший всю свою большую дворовую территорию, а также храм села Сидоровка удивил масштабностью и скрупулезностью проведенных его прихожанами работ. Идеи, конечно, это коллективные. Люди, в первую очередь, видят глазами. И вот, видя эту красоту, люди хотят зайти в храм. И когда они заходят в храм, они от красоты земной должны получить красоту небесную. А что такое красота небесная? Это, конечно, в первую очередь спасение души. И когда человек приходит в храм, он начинает задумываться о том, как он живет, для чего он живет. Для этого мы и делаем эту красоту земную, содержим цветы, благоокрашаем храм. В конкурсе «Сергия с цвету» в этом году было больше участников, чем обычно. Среди них организации, индивидуальные предприниматели, образовательные и культурные учреждения района, а также инициативные группы жителей. Их работы все лето радовали как гостей, так и жителей сергиевской земли, показывая духовное и творческое богатство наших земляков. Ну а мы продолжаем. В минувшую пятницу в Суходольском доме культуры «Нефтяник» состоялся районный концерт под названием «Звездный дождь». Там управление культуры муниципалитета представило более трех десятков талантливых исполнителей эстрадной песни. Насладились творчеством земляков и наши коллеги. 21 октября в Суходольском доме культуры «Нефтяник» прошел концерт эстрадной песни «Звездный дождь». Он состоялся под руководством Управления культуры и районного дома культуры «Дружба». Желающих послушать любимые эстрадные песни этим холодным пятничным вечером нашлось немало. Зал был заполнен с самого начала. Кто-то пришел увидеть на сцене своих друзей и родственников, ну а кто-то просто отдохнуть в теплой обстановке. В этот вечер прозвучали песни в исполнении более 30 участников. Все они самых разных возрастов, от 9 лет и выше. Для многих из них выступление на этом концерте – дебют. Белые голуби летят куда-то встать. Белые голуби несут мою печаль. Белые голуби, прошу я в тишине. Белые голуби, верните детском век. Мы своей задачей ставили раскрыть новые таланты на территории нашего района. Поэтому сегодня на этой сцене вы, наверное, уже все увидели, что наряду уже, можно сказать, с опытными артистами самодеятельными выходили совсем юные, которые сегодня пробовали свои силы и достойно, я думаю, что выступили на этой сцене, они выдержали такой сложный экзамен для себя. Среди исполнителей было немало и опытных. Вот, например, Валентин Мурзов – один из участников концерта. В музыкальной сфере он уже 60 лет. Человек, безусловно, талантливый и творческий, он обладает не только прекрасным голосом. В его род занятий вот уже много лет входит организация вокально-инструментального ансамбля, рок-группы, а также написание стихотворений и прозы. Ранее Валентин часто выступал, причем не только в Сергиевском районе и Самарской области, но и за ее пределами. Сегодня в его копилке несколько заслуженных наград. Мы с дочерью, ну, такая вот хорошая награда, последний фестиваль народов СССР, после чего Советский Союз развалился. Значит, мы с дочерью выиграли в номинации семейный ансамбль со своими песнями. Об этом фестивале что можете сказать? Ну, полезная вещь, люди друг друга послушали, умеют слушать, друг другу делать выводы, и стремиться к чему-то лучшему, это хорошо. Фестиваль проходит вот уже во второй раз. В этом году он посвящен 165-летию Самарской губернии. Планировался как районный, однако на этот раз здесь можно было встретить и участников соседних районов. Главная задача организаторов фестиваля – раскрыть новые таланты и не дать угаснуть творческому потенциалу уже опытных исполнителей. Поэтому каждый раз в фестивале появляются определенные новшества. Скорее всего, родится, наверное, новый проект, как раз куда войдут вот такие вот юные таланты, и будет сделана, ну, скажем, такая небольшая концертная программа, которую мы, в свою очередь, сможем представить уже зрителям нашего района. Она, скорее всего, будет программа, наверное, у нас гастрольная, поэтому мы несколько территорий охватим ей. Концерт завершился около шести часов вечера. В его завершение все участники исполнили общую песню и получили заслуженные награды. Валентина Поликарпова, Антон Иванов, информационная служба телеканала «Радуга-3». А теперь поговорим о тех, кто провел минувшие выходные с настоящей пользой для здоровья. 22 октября в субботу в спорткомплексе «Олимп» состоялся районный этап Всероссийского фестиваля под названием «Готов к труду и обороне». Кто же решил проверить свои физические способности, насколько хорошо у них это получилось, расскажет прямо сейчас Дмитрий Сурков. Очередной час активного досуга и здоровья был организован 22 октября на базе главного спортсооружения муниципалитета. В субботу в «Олимпе» прошел районный этап Всероссийского фестиваля «ГТО». Участие в нем приняли те неравнодушные к спорту граждане, кто хотел не только зарядиться положительной энергией, но и проверить свои способности в сдаче нормативов. Сегодня мы вступаем в официальную часть, потому что уже во всей стране с 2017 года начинается официальная сдача нормативов ГТО. Пока сегодня не так много народу, как хотелось, но я думаю, со временем число желающих сдать нормативы увеличится. Школьники у нас уже сдавали в этом году, старшие классы. На следующий год будут вообще все классы в школах сдавать и также будем привлекать к сдаче норм ГТО взрослого населения. Участников в этот день было не так много, как хотелось бы. Однако подобные старты можно считать едва ли не пробой пера. Возрождение традиций всегда проходит болезненно. Поэтому нет сомнений, что в будущем желающих сдать нормативы станет гораздо больше. Что же касается отчетных состязаний, то преемственность поколения здесь прослеживалась. В секторах для стрельбы, бега и метания можно было увидеть людей разных возрастов. Многие из которых еще помнили сдачу ГТО времен Советского Союза. Это был замечательный праздник. С самой школы. Вот в Орлянке я учился. Поэтому хочется немножко восстановить тот адреналин, получить удовольствие. Ну и коллектив привезти молодежь, чтобы они к следующему году уже понять, кто что может, подготовились и могли уже командой выйти поработать. И, конечно же, участники подчеркивали значимость возвращения физкультурно-оздоровительного комплекса. Готов к труду и обороне. Сдавать нормативы, по их словам, должен каждый. Для мотивации, даже для того, чтобы было какое-то развитие и для того, чтобы был стимул у населения держать себя в физической форме. В этот день сдать нормативы могли все желающие в возрасте от 18 до 70 лет. Необходимые условия для участия нужно было зарегистрироваться на официальном портале ГТО, получить идентификационный номер, принести справку от врача состояния здоровья и вперед, как говорится, к победе. Ведь те, кто уложится в нормативы, имеют шанс стать обладателями серебряных или золотых значков. Правда, для этого нужно показать довольно высокие результаты. Метко стрелять, быстро бегать, дальше всех метать железную гранату и многое-многое другое. Обязательным и видомым для тестирования норм ГТО является 6 дисциплин. Сегодня мы сдаем стрельбу, метание гранат и легкую атлетику, бег на короткие, на длинные дистанции. С 1 января 2017 года на официальном сайте муниципального района Сирексики будет вывешен календарь, когда можно пройти тестирование по нормам ГТО. Любой желающий может выбрать себе время, обратиться к нам и может сдать нормативы. В итоге все результаты были зафиксированы в специальные протоколы. Данные направлены в центральную систему сбора нормативов, где после тщательной проверки и будет вынесено решение о присвоении участнику того или иного знака отличия. Сам же фестиваль ГТО в октябре пройдет по всей губернии. Центральные старты будут организованы в Самаре в середине ноября. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3». Журавли напоминают людям. Под таким названием прошел литературный вечер «Реквием» в Сергиевской центральной библиотеке. Он состоялся в пятницу 21 октября накануне межнационального праздника «Белых журавлей». Мероприятие посетили студенты Сергиевского губернского техникума. Сотрудники библиотеки подготовили особую программу, согласно которой рассказали об истории праздника и об известном стихотворении Расула Гамзатова. Сегодня мы отмечаем этот день как литературный праздник. Читаем стихи. Рассказали мы детям сегодня о стихотворении Расула Гамзатова. В общем-то, можно сказать, что это стихотворение «Журавли» прошло лейтмотивом через все сегодняшнее мероприятие. То есть мы рассказали об истории создания стихотворения, как из стихотворения получилась песня, и как песня потом стала очень популярной в нашей стране. Это та самая песня «Журавли», которую просто невозможно слушать без дрожи, без волнения и без слез. Первая степенная задача библиотеки, конечно же, патриотическое воспитание молодежи. И данное мероприятие, как нельзя лучше, говорит о том, что патриотическое воспитание должно быть. Вы обратили внимание, как ребята слушали, как они смотрели. Рассказ библиотекарей присутствующие слушали с волнением. Некоторые из них не могли сдержать слез. «Действительно трудно оставаться спокойным, слыша о жизненном пути солдат, трудной судьбе детей и миллионов людей, покинувших нас во времена различных войн и терактов. Их истории трогают до глубины души, их мужество и отвага помогают становиться сильнее. Их вера в лучшее дает надежду, что чудо еще может произойти». Многое из того, что студенты узнали на литературном вечере, было для них новым. «Знала до этого, что есть такой праздник?» «Нет, для меня это было новым. Ну, впечатления глубокие, как сказать, тронуло, даже всплакнуло». Мне кажется порою, что солдаты с кровавых непришедшей полей не в землю эту полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Эти строки знакомы, наверное, каждому. Кому-то по стихотворению Расула Гамзатова, кому-то по песне Марка Бернеса. У этих строк своя особая история, благодаря которой родилось это стихотворение, а впоследствии и сам праздник. Появился он по инициативе все того же Расула Гамзатова в 1986 году. Ранее отмечался только в Дагестане. Со временем он стал символом общей судьбы российского народа и многочисленных народов Кавказа. Сегодня памятники белым журавлям можно увидеть во многих странах мира. Кавказская легенда гласит, что павшие на поле воины превращаются в белых журавлей. Этот праздник – день памяти всех погибших солдат, день духовности и поэзии. День, который объединяет все народы нашей огромной страны. Валентина Поликарпова, Александр Семкин, информационная служба телеканала «Радуга-3». О таких новостях мы хотели рассказать вам сегодня. Ну а в завершении выпуска предлагаем вам, как всегда, прогноз погоды на завтра. Мы продолжаем следить за развитием событий. До свидания. Всего вам самого доброго. Во вторник, 25 октября, в Сергийском районе ожидается пасмурная погода. Температура воздуха плюс 1 градус. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 65%. Ветер северный, 3 метра в секунду. Специальное предложение для владельцев автомобилей «Лада». Зимняя диагностика автомобиля за 299 рублей. Замена масла и фильтра от 1100 рублей. И запасные части с выгодой 20%. «Лада». Переключись на зиму. ОО «Урал. Лада». Село Красный Яр. Улица Степная. Дом 4. Телефоны 8 846 572 07 17 и 8 927 905 48 07. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...